Друзья, продолжаем раскрывать тайны нашего бокса к Рождеству. И сегодня достаем следующий мотивационный маленький такой мини-плакат от отца Родиона Путятина из его книги «30 правил счастливой жизни», которые тоже есть в этом боксе. Вот что здесь написано. Написано такие вроде бы наивные и глуповатенькие слова. Вы послушайте. «Хорошо быть добрым, на всё вокруг смотреть добрыми глазами, значит окружить себя добром и, следовательно, весельем и радостью». Скажи это какому-нибудь современному нашему другу, человеку. Он скажет, что за такие смешные словечки. В смысле хорошо быть добрым? Наоборот, надо быть сильным в своём могуществе и великолепии. Если тебя обижают, обижать в ответ. И везде видеть подвох, чтобы не пропустить удары в спину. Но вот отец Родиона Путятина, проживший тяжёлую жизнь, достаточно. Он пишет, что вот именно такой путь, путь доброты и доброго взгляда на мир, это путь, который завершится весельем и радостью. А мы все хотим. И вот эти друзья, которые там нам скажут, что, слушай, будь более циничным, вернее, максимально циничным, забудь про доброту, весь мир волки. Эти друзья тоже хотят быть весёлыми и радостными. Но вот этот взгляд на мир не позволит им стать такими, стать весёлыми и стать радостными. Конечно, мы должны понимать, что мир лежит во зле, что подвох действительно может быть в любом человеке. В любом человеке есть червоточина, да, вот эта вот разбитость Адама нашего. Но смотреть нам самим на других нужно с добром, добрыми глазами. Как здесь написано, мы даже вот такой рисунок сделали, да, сердечки в глазах. Это очень хорошее упражнение. И если мы вдруг в себе замечаем, что мы начинаем осуждать, начинаем говорить плохо про правительство, потому что оно нам что-то навязывает, да, начинаем говорить что-то плохо про соседей, потому что они как будто бы к нам плохо относятся и хотят вообще квартиру нашу купить, а нас выжать из неё. Говорить плохо про наших начальников, про наших коллег. Мы когда начинаем смотреть друг на друга не добрыми, а злыми глазами, смотреть на действительность злыми глазами, мы начинаем смотреть на мир как демоны. Потому что демоны видят в человеке зло, вероятно, и к этому злу и его подталкивают. А вот Христос, как мы читаем у отцов, Он смотрит на людей иначе. Он видит каждого человека как раз-таки добрым. Он смотрит добрыми глазами. Он знает, что человек падший, да, но он жалеет этого человека и видит в нём его сущность. Видит человека таким, каким его задумывал он сам, каким его задумывал Господь, то есть прекрасным. Помните, по-моему, Антони Сурожского, Митрополита, есть прекрасные слова, что каждый человек — это икона, и зачастую икона, которая побита там, я не знаю, топором, мухами засижена, а лифа почернела, трудно разглядеть лик, но всё-таки это икона. И задача христианина в каждом человеке эту икону разглядеть, нам самим это невозможно. Мы действительно привыкли смотреть злыми глазами, но Господу возможно всё. Если мы будем стараться жить вот так вот, стараться исполнять заповеди Бога, стараться любить Бога и ближних, то сам Господь в нас зажжёт этот свет, который позволит нам в каждом человеке видеть вот это вот. И, по-моему, да, Пётр Мамонов рассказывал такую интересную историю, что когда-то ещё, по-моему, на заре в отцерковлении он поехал на Афон, и вот он то ли с Афона ехал, то ли там путешествовал на каком-то баркасе на кораблике, и он говорит, что первая жизнь такой была, по-моему, и в последний раз у него такое было, он сидел там где-то на корме, смотрел на снующие перед ним толпу, видел много людей, он говорит, я сидел, и я чётко понимал, что все они лучше меня, все они лучше меня, я видел, то есть он видел, что они хорошие, он видел в себе какое-то зло, разбитость, а в них не видел, видел, что они где-то, может быть, и что-то не так делают, и ошибаются, и со злом живут, но всё-таки они по-нутру своему добрые и нормальные, может быть, их жизнь сломила, или ещё что-то, или там дьявол запнул, или у них плохое настроение, или просто тяжёлая ситуация вот вокруг них, поэтому они так себя ведут, но по-нормальному они хорошие люди, хорошие люди, вот нам надо стараться быть добрыми, смотреть на всё вокруг добрыми глазами, это значит, как говорит отец Родион Путятин, великий проповедник, окружить себя добром, и, следовательно, окружить себя весельем и радостью, если мы сможем, если мы научимся, если будем об этом просить у Бога, стать добрыми, то мы будем весёлыми, и мы будем радостными, а не этого ли мы с вами хотим?